Освободиться от всей синергии с антимиром, убрать все подключки, привязки, зацепки и импланты, расторгнуть контракт и вернуть все частицы души, потерянные в результате контакта с антимиром. Вернуть свой творческий потенциал и привести своё тело в соответствии с эталонным ДНК. Наполниться и оставаться всегда в энергиях любви, молодости, радости и благополучия. Отказываюсь принимать все негативные последствия всех предыдущих смертей. Две недели назад было очень сильное воздействие в области сердца. Ощущение, что меня проткнули палкой или вставили кол где-то 4 см диаметра. Длилось несколько дней, потом прошло. Я мысленно отправляла обратно и приказывала убрать. Длительное такое. Прям болело постоянно и в области сердца у меня проходило. Такое серьезное. И не простудилась, потому что такого ощущения еще никогда не было. Действительно, это ощущение палки, которая торчала. Если там что-то было, приказываю применить к ним же и карму за вмешательство. Три дня назад повторилось, но уже не такое сильное, теперь спереди. Дальше. Пальцы большие на ногах хотелось посмотреть. Налево идет в сторону, а на правой кожа шелушится. Когда начала заниматься нумерологией, она у меня впервые появилась. После того, как я от все отказалась, это все прошло. Теперь обратно вернулась и хотелось бы узнать, почему. Но я думаю, что, возможно, я там немного гороскопа смотрела, вот такую вот в эту сторону пошла. Может поэтому. В общем, от меняю, убираю и отказываюсь. На левой руке у меня растет косточка с детства. Такая вот маленькая здесь, как видно. И на левой ноге тоже самое. И вот это она в последнее время активировалась, начало опять расти. На правой ничего такого нет. Если там что-то есть, какой-то имплант, подключка, ну что-то там есть, мне кажется. Надо посмотреть и убрать, конечно. Также я заметила себя, что если я мысленно хвалю себя за что-то, что делала хорошо, то тут же происходит что-то нехорошее. Буквально через несколько, пару секунд. Если есть в этом какая-то зацепка, тоже хочу убрать, чтобы такое больше не происходило. Так, прошу показать моё подсознание мне все моменты, где я заключала контракты с антимиром. Я хочу это видеть и слышать. Прошу показать всё это без запретов на снятие магии и колдовства и без страха посмотреть на всё, каким бы страшными не были эти события. Потому что у меня только единственное воплощение по всем сеансам. Вот это показывалось пока что. Ещё ничего другого не открывается. Это было воплощение с Елизаветой Рюрик, Элизабет и матерью Трампа. Наверное, это единственный вариант по Википедии, когда я смотрела. Это может быть только дочь Ярослава Мудрого, потому что других Рюрик и Елизаветы просто не выходили. Ну и как-то так сочетается у меня по жизни и по всему. Скорее всего, что это так и есть, но всё равно хотелось бы посмотреть, так ли я там. Её также называли «Элисив». Если есть у неё ещё какие-то контракты нераскрытые, хочу их обличить и расторгнуть. Если я могу убрать, то хочу убрать исторические фальсификации, придуманные Шлёцером и его соратниками. Например, то, что у меня не рождались сыновья, хотя в первом сеансе Вика ты видела, что сыновья были, и что они потом стали западными правителями. И почему не признаётся второй брак с королём Данией? После этого момента они ничего не пишутся, вот как будто исчезла, хотя была королевой, нигде умерла, никак жила. То есть 20 лет она ещё в Дании жила, но об этом ни слова, нигде, ни в каких источниках. Даже некоторых и не пишут, что она вообще была замужем второй раз. Так. Отменяюсь моё участие в посещении Макзолея Ленина в детстве. Давно хотела это в сеансе сказать, но где-то он там вышел, и так у меня прям всё отозвалось. Мне было около лет семь, и это получилось самое жуткое событие в детстве. Я даже сейчас помню, какой ужас и удивление у меня вызвало то, как это происходило. Толпы людей, причём такое освещение, чтобы все казалось серым. Все шли очень медленно, примерно шаг в три секунды, ну прямо как зомби с фильмов. Стражи следили, чтобы никто не говорил, чтобы тишина была полная. Ну это была жуткая такая тишина, само такое ощущение. Энергетика там жуткая была. Я её маленький ребёнок и тут запомнила. По ощущению это длилось несколько часов. Потом, когда я увидела эту мумию, была очень удивлена, потому что он был очень маленьким и жёлтым. Я как-то ещё примеряла. То есть по размеру чуть ли не такой, как я была, семилетелый ребёнок. В общем, очень маленький. Я подумала, что ради всего этого всё терпеть. Я хочу удалить это событие на эфирном плане и все привязки и подключки, которые могут быть к этому связаны. Меня не поклоняются культу смерти. Я за жизнь, любовь и за развитие осознанности на пути к первотворцу. То есть всё, что не соответствует кону первотворца, это не моё. Так, у меня сложные отношения с младшей дочерью Мирьям. Она очень тяжело перенесла наш переезд. Возможно, она в прошлом была также связана к кармической стране. Если я могу убрать эти привязки, ей ещё не 16 лет, и она ещё в моём пространстве, то хотелось бы сделать это. Посмотреть или спросить у её подсознания, нужна ли ей помощь. Могу ли я заказать для неё сеанс и нужно ли ей это. Она очень разбалансирована, то агрессия, то апатия, очень слабая сила воли. Прошу прощения у неё за предательство, которое я проявляла к ней под воздействием программ, за все обиды, которые я ей причинила. Хочу родить её заново без программ, переданных мной в соответствии с теперешней осознанностью. Также убрать все подключки или, если есть, расторгнуть контракты с моим мужем в том воплощении и моим бывшим в этом Рене. Если есть контракт, по которому я должна знать о своих прошлых воплощениях, то я хочу его расторгнуть. И моё подсознание покажет мне, сколько их у меня было, или какое по счёту, или какое-то другое воплощение, хоть какое-нибудь другое, кроме того, что уже показывалось. Шумы с Таней нарыли, да? Хотелось бы посмотреть, если меня связь с композитором Антонио Вивальди. Если да, то расторгнуть все контракты с этим связанные, вернуть потенциал, если можно включить в мой сеанс «Аспект Татьяны». Если всплывёт, то она отменяет вызывание души Карла VI на спиритическом сеансе в Вене, когда она была павицей Анной Жировой. Не-не-не, у Татьяны будет через два часа сеанс. Да. Но это, возможно, надо будет в моём сеансе, если это всё-таки всплывёт. Потому что... Ну, короче, там она мне рассказывала. Давайте я дочитаю до конца, там получится, не получится. Видно. И возвращает себе её друг и композитор Антонио Лучио все их потенциалы, удачу, везение, счастье, радость в жизни. Ну, и последнее. Хочу очистить мою квартиру от всего негатива и всё, что осталось не от прежних жильцов. В первое время мы не могли здесь спать, причём все трое. Засыпали в три часа ночи. Я потом даже купила лёгкое снотворное. Вроде всё наладилось. Ну, в любом случае хотелось бы очистить это всё, потому что как-то там тяжело было засыпать первое время. Хочу наполнить свою квартиру и всё, что мне принадлежит Антонио Литве, света, добра и благодати. И ещё у меня туалет с правой стороны, где в районе бедра лимфоузел воспалённый такой. В последнее время что-то он так проявляется. Если там что-то есть, там что-то есть, надо это всё убрать. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь, Виктория? Какая-то жуткая картина. Очень тревожно, у меня даже сердце застучало. Короче, от сектора магии вижу какие-то тёмные силуэты. И вот так в левую сторону с какими-то пиками. А там как будто, не как будто, а точно вижу, и считывается Валерия, как будто она то ли руки вверх к какой-то стене вот так. И лицо вот так повёрнуто. Сильный удар идёт. Как будто бы её по лицу ударили сначала, а потом какие-то вообще жуткие, жуткие картины. Хочу пока отсоединиться от этого. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих картин. Угу. Угу. Насчет три. Найди в эфирном пространстве, эфирное тело Валерия. Валерия. Один, два, три. Так, я вижу её энергосфера. Просчитывается, она как будто накачана очень сильно. Чем-то накачана. Есть вот так вмятина вот здесь со стороны. Сейчас я посмотрю, что это. Такая тоненькая, как трубочка. Как есть шарики такие, знаешь. Вот там чёрная трубочка. И вот где-то с этой, с правой стороны. Но идёт воздействие с левой стороны. То есть с стороны магии. И вот заходит вот как будто бы вот так в обход к сердечной чакре. Сзади выходит эта подключка. И там на конце подключки я вижу, что кто-то в чёрных, таких как фигуры такие чёрные, в секторе интерферентов, на конце этой подключки они открывают такую книгу сияющую. Так, что это за книга? Давай я считаю её эфирной ДНК. Хорошо, заморозь эти ситуации. Считаю эфирной ДНК. Валерия, она ли это? Да, это она. Угу. Спроси у неё разрешение, потрудиться с ней для неё. Да, она разрешает. Я вижу, что со стороны магии у неё такая, кто-то такой, как рукой чёрной держит её так крепко за горло, что у неё вот так. Так, в эфирном плане голова, шея вот так вытягивается, а потом вот, а это так держит Лин сильно, и голова как бы отваливается, но не совсем отваливается, а вот так идёт туда, считывается сознание. И в эту книгу, потом в секторе интерферента в этой книге вот так хлоп, эта книга захлопнулась, и образовался такой, как чемоданчик, как дипломат. И кто-то вот так раз закрыл этот ключик, и её сознание там находится, в этом чемоданчике. И здесь она вот так раз-раз, вот так себя проверяет, а её голова, её разум, он вот так находится в этом чемоданчике. Так, кто закрыл этот чемоданчик на ключик, я ему приказу проявиться. Так, давай сначала посмотрим, кто это держит эту руку, потому что это вот отсюда идёт. То есть я попыталась вот найти вот там, а ну как-то всё закрыто. Так, кто держит руку, приказываю проявиться. Так, вижу такая как считывается, почему-то вот так идёт за рост, как чайка чёрная. Так, приказываю проявиться в соответствии с его физическим ДНК. Он вот так выходит, на нём такие разные одежды. Современные и такие другие какие-то. И сходит такая мантия чёрная. Я вижу чётко, что оно идёт, шлёцер слышу и слышу Тарас. Угу. И вижу целый вот так вот ряд этих воплощений его. И в каждом воплощении другая одежда. А сверху всего этого такая чёрная одежда, типа как у Кулус Клана с таким колпачком сверху. Угу. И так странно, а на этом колпаке вверху такой колокольчик, такой шарик. И он так ты-ды-ды-ды-ды. И там такой ключик лежит. И этот ключик, о, этот ключик вот этого чемоданчика. Угу. Угу. Он запечатал, рассчитывается тайные знания. Вижу в секторе магии его шлёцер. Он идёт по какой-то красной дорожке. Он подходит, а перед ним такой кто-то держит меч. Он этот меч целует. Угу. Так, кто это держит меч, приказываем проявиться. Братья. Я вижу, что там вот так полукругом стоят, вот так полукругом много мужчин. О, у них всех голые ноги и писюны. Угу. Угу. Посвящение, посвящение в рыцаре. Ну, да. Понятно. Так. И такая энергия крови к нему подбирается через ноги. Угу. Угу. И появляется в руке ему вручают кто-то вручает такую палочку чёрную. это ручка как будто и он начинает вот писать он вот так поворачивается начинает писать а пишет новую историю так звучит фальсификатор еще какое-то слово звучит странное такое какое-то как будто перекатывается в металлическом шарики какие-то отдельные как слоги как-то переставляется она писали это его вот эти контракты которые он должен был расторгнуть но не расторг и сейчас я посмотрю каким образом он проник в пространство слышу елизавета елизавета вижу он такие считываются письменно такие как листочки исписаны какой-то кодекс архив вот x он в этом архиве работает я вижу он перечитывает это и сверху берет вот этот черный черная одежда которая часть я посмотрю что это означает это черная мантия посмотрю берет вот эту черную мантию там квартал возле него открыт и он вот это вот это такой колпак который у него на голове вот так ставит на этот кодекс а она считывается вот такие письмена вот так слову звучит кодекс чести и там я смотрю и вижу лицо валерии считывается елизавета и вижу такую девушку на высокая как она слышу славянка елизавета и и она как будто бы высокой башни и и от этой башни это башня вот так наклоняется и я вижу эту пощечину и вот она как будто бы ее перебили к этой стене таким образом она какой-то стены оказалось что это за событие где крючок и зацепка это сейчас надо посмотреть в первую очередь была ли она с ним вообще знакома раньше потому что сейчас я вижу что вот такая картина идет говорят так царевна идет царевна идет и появляется какой-то человек который низко кланяется вот этот черный я сейчас посмотрю кто он я вижу он считывается почему-то паш и я вижу у него на лбу вот этот она считывается вот так за рост вот это как чайка такая черная полосы так растут и я вижу что это какое-то считывается предыдущие воплощение тараса я его лицо он похож на вот эти волосы его выдают или глаза в глазах какие-то линзы как будто бы из глаз такие импланты как линзы вот такие и подключки в сектор интерферентов тянутся он ей кланяется вот такой делает реверанс а все говорят тихо царевна идет и она такая огромная огромная и подержит под руку кого-то кого держит такой вот кто-то маленький черненький так-то это маленький черненький ему приказу проявиться он вот так быстренько вас засуетился и встал в эту позу этого пажа а когда она шла то он как бы пристроился к ней он такой маленький как игрушечный как будто бы взял ее под руку но он такого как бы висел в пространстве он не мог достичь ее роста так я вижу она подошла у нее вероятно какой-то есть контракт с этим человеком который есть и кланяется она подошла вот так полукругом стоят люди везде они почему-то шушукаются она как будто бы такая высокая как пятиэтажный дом они все маленькие но это в эфирном плане так выглядит и она вся сияющая и она подошла к этому черному пажу и поставила подпись и он быстренько побежал он побежал и когда он бежит вот в сектор интерферентов и несет эту печать эту подпись то он выглядит как будто на нем такой костюм какого-то клоуна разноцветная одна нога красная другая синяя на ногах такие как будто бы он в колготках такие тряпичные какие-то с длинными носками и рукава такие длинные все разноцветное один рукав желтый другой зеленый и на голове вот такая шапочка с такими вот бубенчиками так и что такое что это за документ который подписала валерия она вот так говорит отрываю от сердца чего-то сейчас я посмотрю что на физике было посмотри викторию что происходило на физике когда она подписывает документ так я вижу что я как-то как сквозь трубочку какую-то смотрю я вижу что она стоит рассчитывается принцесса князя великого и она стоит возле какой-то решетки а там какой-то узник в этой решетки у него кляп во рту страна у этого узника котовка вот сейчас я посмотрю кто он смотрю кто это узник я слышу что она хочет его выкупить слышу слова мур замуровать она его хочет выкупить стражи она его одобряет и я вижу что когда она его так кто это сейчас я считаю 4 эфирная динка этого человека кто он такой но почему-то говорит мой господин на этого человек я вижу его лоб а все остальное вот так черная сейчас я я приказываю я приказываю домузнику называться кто он такой а он тебе отвечает это ты жень это ты я я слышала сразу я почувствовала эти энергии но я хотела больше доказательства и сейчас я вижу что как я тебя всегда вижу в такой атласной шелковой рубашки белый вот этот узник вот так освобождает вот эти черные энергии как будто бы выходит из такой черной мантии как будто одежду снимает такой черный атласный халат вот этот халат он кому-то принадлежит в секторе магии я вижу этому этот паш это как предыдущие воплощение этого шлёцера он берет этот плащ себе на руку и и и и стоит и так смотрит по сторонам и а у него в глазах вот такие как будто они вот так сделаны как увеличительные стекла как трубки такие вот так и тут Линзы разные Линзы вот тут и он вот так вот смотрит и а это торчит у него в глазах и она тебя выходит говорит на почему-то на тебя мой господин почему валерия называет его господином сейчас я спрошу ты что-то да так что и дал я вижу что вот это такой шарик с этим ключиком ты вот а передаешь ей этот шарик с этим ключиком звучит ключ познания сейчас я хочу посмотреть тот момент когда ты ей передал посмотри виктория этот момент я вижу ты твое лицо как в огромном шаре считывает он слышу так эфир и ты ее приготавливаешь ты ее называешь говоришь моя возлюбленная и приготавливаешь ее она считывается как нимфа тоже такая разоплощенная то есть между воплощениями такая легкая прозрачная и очень красивая а ты ее приготавливаешь то есть ты как будто бы ей одежду как скафандр одеваешь вот так на ноги и такой протягиваешь этот ну как будто закрываешь этот зверь к такая замочил и одеваешь ее в эти темные одежды как скафандр точно скафандр прямо на лице вот такая это прям как космический скафандр почему они темные эти одежды виктория я слышу упала я вижу как она это сейчас я посмотрю что это за скафандр она считывается как тело постоянно идет приготовление приготовления к упадку так у нас какой-то контракт между но и есть виктория спасибо я слышу что ты говоришь и ты даешь и это эту штучку и говоришь ты будешь хранить наш секрет до какого-то конкретного времени вот так показываешь но ты не воплощен вообще никак ты как будто вот такой шар огромный в котором твое лицо так только когда я смотрю на тебя на нее то звучит моя возлюбленная так и вот это идет упадок я сейчас хочу посмотреть что ты ей дал какой ключ она звучит ключ по знанию я вижу что она его как спрятала в сердце она вот этот ключик вот так взяла и положила сюда в сердце и сразу пол и вот так сейчас я пошла по измерениям вниз чтобы отодвинуть я вижу что когда она вот пошла пошла по измерениям вниз и сразу вижу ее в этом воплощении почему-то вот она это освобождает этого узника а он этот человек он хромает в нем в нем такие программы когда он там сидел как козлиные ножки и она его освобождает и он выходит как ангел вылетает с этой камеры но когда она его освободила у них его в зубах образовалась такая черная палочка как роза с колючками а ты как вылетаешь с этой то берешь у нее забираешь и что-то там делаешь этой палочка она в будущее проникает то есть ваше будущее от этой палочки зависит и вот когда я смотрю на эту палочку я вижу что этот шлюцер он держит эту это как ручка то есть это его посвящение считывается в закон на лыжи также вот это по отношению и к тебе и к ней кавалерии он находится в секторе магии и его над смотрю ведь слышу шлюцер и я смотрю на него что он делает спросила и он говорит что он преобразовывает мир и берет какие-то как вот эти книги которые он считал он как будто их постирал в воде и по развешивал вот на землю как на глобус по развешивал и вот первое взял и повесил вот там где европа и такая палочка там вот так он как этот листик который закрыл всю европу и таким гвоздиком воткнул и в этот момент валерия скрикнула она почувствовала боль что это вот вот эта палочка как она считывается виктория она считывается как рука преисподней мафия ввести в заблуждение отвлечь от и вот этот шарик с этим ключиком на 3 отвлечь хочу отключить опознание виктория где сейчас находится этот ключ познания валерия говорит они у меня украли его и он находится в руках у эти фигуры черные которые но обычно я бы их видела в секторе магии но они стоят секторе интерферентов все вот так стоят вокруг такого овального стола над этим столом вращается это штуковина она как висит в пространстве этот как бы шар такой с такими ребрами внутри сияет вот это вот этот какой-то ключ он сияет когда я смотрю то я слышу вот эти звон такой и от этого звона от этого ключика тянется в сектор магии под ключ к черная а вот эти фигуры надо посмотреть кто это они стоят и у всех шелковые черные накидки с этими капюшонами и у каждого из них есть тоже такой бубенчик который эту верхушку оттягивает вниз но верхушку этого колпака и он занимается и он так то есть у каждого из них это повторяется хорошо некоторые приказы всем интерферентов пространстве валерия до всем интерферен приказываю проявиться в соответствии с их ним эфирным днк приказываем также встать по старшинству так сначала сделал выпад какое-то огромное существо черное как зверюга а она рот открыла чтобы как будто хочет меня укусить или проглотить и когда она открыла рот то я вижу что внутри этого рота потому в глубине где-то на уровне сердечной чакры находится этот шарик с этим ключиком познание он также находится этот проявляется этот шлёцер с этой писательской ручкой а эта ручка тянется вот тоже под ключ к еще ниже так что это с зверюга приказу этому зверюки отвечать кто он такой он завилял хвостом сильно уменьшился и почему-то превратился считывается японский шпион такого как китайский этот такой длинный змей это какой-то эгрегор сейчас я считаю посмотрю посмотрю вектор ну да это так и прозвучало мантихор это программа обеспечения властью демонической власти антимира кто хозяин этого мантикора ему приказы проявиться в его пространстве какие-то хозяева говорят хозяева мира хозяева мира людей так этим хозяевам приказу проявиться соответствии их не эфирным днк вижу появляется образ считывается это как огромный дракон с таким животом большим он так вертикально и вот так где шея так зажата и у него несколько голов первая голова я смотрю там считывается лицемерие 2 2 красная считывается агрессия потом какое-то незнание она самая маленькая вот такое как будто бы его и булька какая-то а кто на физике проявляет это приказываю кто на физике проявляет этого хозяина мира и мы приказываю проявиться соответствии с физическим днк я слышу дух и вижу что человеческие тела вот так падают один за другим как но вот как одежда рассчитывается перевоплощенный дух то есть дух сатанаила и у него как много голов так как то самый главный этого я вижу что во время вот снова появляется этот ритуал с этим мечом что во время этого посещения как его назвать то происходит возрождение вхождение этого духа внутрь человека и передается каким-то следственным путем потом следственным а причинно-следственным путем передается из поколения в поколение то есть когда раз воплощается этот человек то он несет генетический отпечаток этого духа и этот дух поднебесный дух поднебесный и небесный а поднебесный я вижу что небеса это власть бога творца и она имеет отношение вот даже к тебе вот я вижу этот шар своим лицом это истинные небеса а под небесные это духи зла это устройство человеческого общества и система управления человеческим обществом вот этим духом а этот дух он раз и раскладывается вот как эти головы они поднимаются то опускаются они возрождаются я слышу возрождаются в поколениях неприкаянных туш не прикаян вектор я считаю вот этот ген который причинно-следственной передачи он сейчас и это дух это как вирус это ген это его можно посмотреть а это информация это дух как дух вильзевула поднебесные духи то есть это как вирусные программы которые вот работают в компьютерах вот точно так же этот эти вирусные эти духи они заставляют человека служить да я понял виктория а вот именно ген позволяет чтобы дух вселился в человека ген это носить это вот как я вижу как дно реки каменистые до которая держит на себе воду вот так эти гены они информационные они это все они удерживают этот дух ну смотри я там если бы тарас например расторг свои контракты если бы у него это корона не выросла на пустом месте да то он до расторг эти все контракты потому что его там так колбасила последние месяцы ему нужно было расторгнуть эти контракты если бы он расторг эти контракты то никакие бы гены не могли удержать этот дух то есть все держится на носили воли и на противо идет противодействие двух духов святой дух то есть чистый и дух демонический чистый святой дух заставляет человека он побуждает человека не это побуждает человека выбирать правильно правильные поступки в соответствии с конами священной вселенной и там нет гордыни и зависти всех этих убийства и всего того а вот дух поднебесный дух зла он заставляет человека он программирует человека на плохие поступки и тогда человек идет не выбирает делать и злые дела ладно виктория потом озвучу мысли после сеанса давай посмотрим которую ситуацию когда этот зверь вот этот шарик своровал или забрал именно крючок и зацепка почему валерия позволила забрать этот шарик так вот это слово крючок и зацепка как-то меня выбивает сознание да пора поменять давай посмотрим причина решения события но смотреть то решение эфирном пространстве все очень конкретно когда ты посмотрю но событие где валерия я уже вижу хорошо как она как будто уже забирает и этот шарик он растет у нее в руках она говорит что это произошло когда она решила забрать своего милого говорит ну по-украински слышу мылу с этой тюрьмы и с него эти одежды падают как же его звали россию валерия какие ее милого звали только звучит эфир ничего бог эфира я вижу в это время вот так прошу произошло разделение и вот эта часть верхняя часть как божественного ангела с крыльями поднимается вверх а ноги вот эти чужеродные козлиные кто-то пытался перебросить карму зацепить возможно это твой какой-то контракт еще отпали эти ноги и снова появляется у нее в зубах вот этот она и таки звучит ручка колючая ручка чья это ручка хозяина этой ручки приказу проявиться появляется шлет сэр почему-то вот так я услышала через 300 лет у него ручка почему она взяла эту ручку какое этот паш проявляется я так я так понимаю шлюцер это человек который уже будет через 300 лет до после этого пожара а этому пажу приказываю назваться как его имя вижу у него вот такая как это как чайка черная этот имплант который заставляет так волосы расти и он вот вижу лицо похоже на шлюцера и на тараса но он врет и он говорит я белый и рукой вот так и держит прикрывает в эту печать которую что-то написала елизавета написала она какую-то отдала то не что-то она дала что-то подписала так этому пажу корму отдаем за вранье еще раз приказываем отвечать его истинное имя как его звали в том воплощении идет только одно паш и он говорит что он украл у нее у елизаветы ключ ключ познания он так и сказал он у нее украл так давай посмотрим каким образом он украл этот ключ и я вижу что это те елизавета кровать такая деревянная и она вечер и она у нее книжечка такая есть это книжечка как дневник она что-то там записывает я вижу как повторяется каждый вечер она описывает свой день предыдущий и она звучит к кодекс чести сейчас я поспрашиваю что она делает поговоришь у нее такая розовое платье как пижамка а лицо как у сейчас у нее и она говорит что она многому научила многих научила кодексу чести она говорит что она написала свою судьбу и для грядущих поколений я вижу что от этой книги идет такое излучение вот так вот по всей европе этот паш выглядит как будто бы он находится как за шторкой за какой-то подсматривает он считывается вот так я слышу но идет так что он как бы чему-то как бы учиться но не для того чтобы научиться а чтобы воспользоваться чтобы использовать и идет вот так чтобы закрыть как-то закрыть труд закрыть труд поколением идет обратно вот там такая где как это . вот и лежит и ее книга так и от нее идут вот так лучи таким полукругом а снизу к этой идет эта трубочка этот черный и когда я смотрю на эту трубочку то слышу паш и на этой трубочке это как розочка такая черная увядшая и стебелек такой с колючками и говорит что он украл ее труд он украл ее труд это что он смотрел посмотрел какие конкретные действия характеризуют это действия украл я вижу что эта женщина она умерла и я вижу он потрогал ей я руку пульс вот так лоб и спрятал эту книгу вот так ее за украл состава он ее украл я вижу он ее принес каким-то людям вот этот стол снова появляется навальный стол такой да и он принес эту книгу и они начали вот так я вижу одному из этих это как и настоящее будущее все эти варианты все вместе он приносит и один из них берет я смотрю кто это это шлюцер я вижу он вот так поднимает эту книгу и он в черном весь он эту книгу вот так поднимает и начинает ею трясти как будто он и там что-то вылетает из нос между страниц что этого летают ну-ка я смотрю я вижу там ключ вылетел и снова я смотрю на этот ключ он вот так вверх ногами как это ручка вот сверху а там где вот это открывает вверху вверх ногами этот ключ а когда я смотрю как он устроен но там где пальцами вот так берешь рукой там мозг находится считывается раз разум познание и что это бригада делает с этим ключом они отдают этот ключ вот пожирает это существо мантикор да это считывается мафия мафия как-то прозвучало сейчас я повторю без людей не людей ну по нашему не людей но звучит почему-то без людей хорошо спасибо валерия если у нее какой-то подписанный контракт с этим пожем да все надо станет этот контракт посмотри это тоже так не работает нужно посмотреть что происходит вот он украл значит он нарушила ее границы он отобрал вопрос а как она могла согласиться с этим то есть потому что нет такого места в эфирном пространстве где бы можно было взять есть только решение то есть она решили почему она позволила и да я вижу почему я вижу что она лежит ее тело лежит и она говорит я ничего не могу сделать и она обращается я вижу что это тело это вот этот скафандр который ты ее одел она говорит и она вот выходит из тело вот так через сердце отсюда и говорит я ничего не могу сделать и она смотрит и очень растерянно и я вижу как ее сознание она как будто бы цепляется за эту книгу руками и уходит утаскивается вместе с этой книгой вот туда на этот стол я вижу что там идет как какой-то снова я слышу разбор разбор сейчас я посмотрю что в эфирном плане происходило она говорит это мое она пошла по этим вслед вслед за этим пажу говорит это мое они говорят что она должна заплатить и я вижу как они берут это тело и и в эфирном плане как этот скафандр как это тело и приделывают как к этой стене так а на физике что происходило а на физике я вижу над ней кто-то наклоняется считывается паш он и как будто бы он вот так сделал он какой-то не 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 обычный человек и он вот так наклоняется к и коней прямо он во время смерти с ней находился и он вот так наклоняется к ней кто-то там еще хочет зайти какие-то девушки служанки а он им запрещает рукой так говорит стойте и и он наклоняется сейчас я посмотрю что он делает он почему-то и и поцеловал в губы и в этот момент я слышу он как когда говорит я твой милый это программа эти черные в нем говорят он служитель культа по отношению я вижу он находится в секторе магии и какая-то энергия там как ветер сейчас я посмотрю я вижу что он как будто бы вдохнул и часть энергии она как вошла в него это энергия я вижу что этот эгрегор этот дух который работал в этом паже он как бы проглотил счастье ее души и я вижу внутри эта книга светится внутри этого духа этой программы она вот так висит эта книга и светится так на что она согласилась они говорят что она должна заплатить чего заплатить я вижу ты тысячу лет какая-то пустота не воплощаться тысячу лет а ты появляешься вот здесь и вот так показываешь на часы так стучишь во время этих ее переговоров вот она такая вся какая-то считывается поделиться невольная то есть как будто бы потеряла волю а ты стучишь так громко стучишь вот это как так звучит чтобы она не не соглашалась на этот срок сейчас я посмотрю что не они говорят никогда не воплощаться больше а ты стучишь время как по часам поэтому что-то такой шарик с этим ключиком и ты так как будильничек знаешь как зовут кого-то знаешь день ты такой штучкой звоночек и магазины и вот как я слышу вызывать как вызывали и я вижу эфирном плане она смотрит на этот контракт и она вот так из нее выходит шар такой в котором информация я рожусь снова по украински слышу я буду народ жена снова говорит это нынешнее воплощение имеется ввиду да валерия я слышу валерия и ты так хох и вижу в секторе миссии как ты помогаешь ей снять этот скафандр освободи освобождаю этого скафандра то это как в будущем так сейчас она вытаскивает этот контракт и она говорит что она вернет свое истинное я свой кодекс чести я вижу как она берет с этой тумбочки с которой этот украл она берет и как бы в себе но в себя вот так и я вижу как эта книга вот здесь в третьей чакре у нее начинает как будто ветер там и листы вот так листаются и черные между листами такие черные как пластины и они улетают как будто лезвия как раз в голову этого чинца чернца этого писаря вот у него как чайка такая и вот туда внутрь туда внутрь а вот и я вижу она отменяет смерть этот подходит и пашка ней трогает ее за руку пульс она хватит его за руку и вижу как эта рука его из шеи и и уходит и она говорит я живая она говорит я все вижу и вижу как ее части возвращается с той стены вижу как в этой стене на этой стене как был такой рог на которой ее как будто бы продели насквозь сердечной чакре вот и она забирает эту книгу буквально вырывает из горла этого зверя выворачивает его наизнанку и появляется этот шар сетя он уже светится весь и она открывает как будущее так и звучит открывает будущее этим ключом познания и с нее вот отсюда где голова вот этот эта штука уходит так и звучит я милый я милый как чайка это черная этот имплант когда я посмотрела что это за имплант такой я там услышала как знаешь как чайки ругаются они так крякают интересно как будто бы ругаются врут как вот это имплант а чайки знаешь что они делают они не дружелюбные они как я же тут на пляж хожу я вижу как они словят рыбку и начинают драться друг с другом чтобы забрать ту рыбку которую словила другая чайка а вот другие птицы так не делают например то аисты вот у меня на речке аисты я смотрю 1 из даже словил рыбу не смог ее проглотить она большая была и он ее просто отнес воду и отпустил то есть он проявляет вот такие дух священной вселенной уважение к жизни к пространству живой души вот почему это вот когда я смотрю это чайка за рост это заставляет волосы так расти ясно так сейчас она я вижу как она забирает у нее как будто бы много-много карманов я вижу как это тело она просто растворяется она вся наполняется света и вот берет вот эту штуку эту трубочку из себя так вытаскивает и вот тот дух который вдохнулся в нее она светлая ее часть ушла в этого паша а его дух считывается безразличие к себе вошла в нее в том моменте и она стала такая безвольная то есть программа подчинения власти демонов и программа подчинения эгрегору власти и вот эта программа на запускающая самоуничтожение и вот я вижу тот момент когда в эфирном плане она подписывала с этим кракеном с этой матрицей с этим дьяволом ма эту контракт и она вот так набралась силы и говорит что она придет чтобы вернуть утерянное и в этот момент я вижу как у нее сильно засиял вот 3 класс прямо как луч как солнце сияние такое и она поднимается вверх я ей передаю что иррациональная часть хочет расторгнуть все контракты и все соглашения с антимиром и с этим я вижу как этот эта чайка секторе магии этот паш и этот шлюцер вот так уменьшается и она выхватывает эту ручку него не на нем что-то пишет она пишет запрещаю хорошо и вижу как в секторе будущего от первотворца как будто вода снова этот образ только чистой воды такая считается истина дамбу как будто прорвало вот так заливает все это пространство и вижу как с этого пространства вылетают вверх листы листы а эти это кодекс части они листочки поднимаются вверх а эти черные энергии программы пытаются их словить чтобы не допустить расшифровки чистых знаний так кто это не дает расшифровки ему и приказы проявиться она вот так эти руки как будто бы такие длинные хватает но тянется это сектор магии и прямо в вишу тараса в этом воплощении вижу как он проводит какой-то сеанс с кем-то это вот пространство все она как аквариум такое сюда льется свет они находятся и пространство в аквариуме вот как вода вот так разделено на черное и белое вот и они находятся вот так как то у тараса голова такая и он так выглядывает над этим она к болото считается а не полностью лежит там внутри этой черной массы а он выглядывает вот так возьмет как ну как как валангиста воздуха и ныряет туда вниз обратно вниз и вместе они лежат ну как будто бы на кровати вот так висят как-то пространстве перед одним экраном и передвигают какие-то точки черные на экране считывается слагают басни хорошо пусть валерия приказывает там пожует он тарасу шлется все этим забирать все их не воздействия последствия воздействия и запрещает лгать и искажить информацию я вижу снова это когда он воровал эту книгу она ухватила эту книгу и отобрала говорит я живая и понесла ее и там где будущее поставила на там где вода это льется она как и это книга вот так она лежит а вода от первоисточника вот так как сквозь нее течет и она говорит я чисто здорово и сейчас я вижу как твое лицо эфир слышу подающие руку и она выходит за рубеж за рубеж в это светлое пространство с этого темного пространства лжи и я вижу как это скафандр она полностью снимает сбрасывает себя и она вот так сильный удар произошел как будто гром и вот так все начала уходить как канализации так закрутилась это вся черная вода все уходит иначе и все начинает вот так свет она вот так стоит и и вот так ты и такие звезды включает что это за звезды виктория она говорит мне мир и мир и людей я вижу это планеты раз где живут люди интересненько конечно интересненько то хорошо и которые поднимаемся все вместе максимально вверх все чужеродные отправляем на аннигаляцию наполняемся энергии жизни гармонии любви посмотри на валерию как она сейчас выглядит я вижу что она сплевывает этот черный поцелуй что-то с этим словом милый что-то там не 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 так просто так если у нее это энергия связано с этим милым с каким милым если их тут 2 и она сплевывает вот этот черный и она оборачивается к тебе и говорит на тебя раду раду а этого сплевывает этот черный поцелуй милостыня 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 милый сейчас я посмотрю что это за она считывается как проявлять милосердие к магии к насилию к лжи к проявлением злости к этому духу безразличие к ну так и слышу которая должна переводить католик то есть к своей судьбе она звучит по-украински все католи но то то ли да ну да да так а кто такой рада или что такое рада она переводится как совет раду это совет богов с чистых и радость радость от рады от совета от равноправного совета всех то есть здесь я нет насилия ясно все добровольно по согласию так и звучит согласовано отсутствие насилия зла раду ну потому что раду радость и счастье это и есть вибрации души чистая свободная душа вибрирует энергиями счастья и человек чувствует радость и счастье тогда когда он свободен и когда находится согласие с собой понимает себя чувствует себя чувствует свою как принадлежность к высшим духовным сферам так хорошо виктория пока отсоединись от всех и всего кроме валерия так валерия хотела отменить посещение мавзолея ленина когда и было 7 лет пусть она покажет что произошло во время этого посещение я вижу что у нее про она показывает произошло вот так говорит помутнение и вот эта трубочка она вот так как бы продвинулась внутрь и пошло вот так затемнение в сектор магии она показывает руку а на руке такая такой бугорочек и она ногу так раз мне тоже показывает и там такой бугорочек и от этих бугорочков в сектор магии подключки так-то находится в секторе магии приказываю проявиться снова появляется этот шлёцер и вижу какая какой-то силуэт лежит его кормят сейчас я посмотрю а это ленин лежит мавзолей секторе магии и его кормят как это его кормят я вижу что его складывают как куклу как куклу складывает за из запчастей то есть ноги отдельно как-то вот так считывается мумия и пластик и парафин какой-то то есть это искусственный считывается искусственный интеллект и я вижу эту пирамиду в которой он лежит там считывается какой-то искусственный интеллект под зиккурата находится какой-то светящийся движущийся объект постоянно идет вот эти слова тетрарх и тирада к это тирада такой шар который как ртуть его так движется эти черные его кормят этого ленина сейчас я посмотрю кто это это считывается вожди вожди нации и они кормят этого то есть идет подпитка от этого компьютера то есть какая-то жуткая это вот это все потом еще короче под землей какой-то объект и в ионосфере какой-то объект этот объект который под землей он впитывает энергию а тот который в ионосфере вижу он такой как диск какой-то который излучает там как бы бьются такие какие-то энергии и он излучает то есть вот бьются энергии выходят от сектора интерферентов то есть какой-то замкнутый круг энергии от этих людей идут как бы в рот этому вождю и валерия сейчас показывает вот этот поцелуй черный потом подпитывают этот агрегат какой-то уходит эта энергия дальше в сектор интерферента считывается козлу козел козлу или козлу то есть вот этот символ козла зла то есть зло символ управления человеческой матрицей сознания этот добавь а потом возвращается обратно виде уже переработанных импульсом и распространяется на всю землю считывается но вот так подчинение подчинение смерти магии насильно хорошо этот агрегат надо на отдельном смотреть расследование так валерий хотел отменить это посещение она отменяет я вижу что в этой веренице этих людей вот и она и она убегает и руки вот так протягивает к тебе и и говорит забери меня обратно и ты протягиваешь к ней руки и с нее этот черные энергии спадают хорошо очищая ее от всего это энергии этого скафандра очищая что от меня зависит по конам первого творца это очень интересно и она вот сейчас достает ключик и этим ключом открывает вот эти часы которые ты стучал постоянно на этим ключом открывает и все вы так вот ух и вот так раскрылась все насчитывается что раскрылась небо она говорит раскрылась небо и все услышали истину вижу ты ее взял вот так за спину вот так где талия одной рукой и вы так идете вместе где первоисточник там светлее 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 вы так идете идете вверх туда а когда я смотрю на это небо она вот так считывается небо раскрылась что это обозначает дикторе что это обозначает для планеты земля для нас человечество это слияние сливаются энергии добра истины знания так хорошо банка векторе оценись от этой ситуации так пусть валерия позовет ее дочь мире я вижу она находится в плену и и кто-то вот так за рот держит и она вот так включается то есть как бы вырывается так то и держит за рот и ему приказываю проявиться появляется огромный считывается жгут как спрут и одна нога такая как змеиная толстая держит и я и она считывается как часть сознания валерии а ее прошлое и будущее так ведь это валерия этот сожгут то видит я вижу что она стала правой ногой на этот жгут и снова вижу эти бугорочки на руке и ноге и эти бугорочки когда я смотрю на них она тоже звучит как миря как-то связано с ее дочерью так есть какая-то кармическое в них зацепка или как-то правильно сказать есть какое-то событие которое привязывает их вместе мирям и валерия в плавших воплощениях она звучит я не знаю что там произошло звучит что так кто как кто-ка кто-то кого-то отдал в жертву так кто отдал в жертву ему я приказываю проявиться секторе магии по отношению к валерии появляется мире а так я вижу что идет вот это как как будто ткацкий станок который течет и она достает ребенка держит ребенка так откуда она его достает и как бы отдает в сектор или интерферента так кто достает ребенка это кто виктория чей ребенок мириан ребенок так а достает и валерия да нет она достает мирианта и мирианта куда она его достает в эфирном плане это как будто бы с какой-то черной трубочки она достает этого ребенка то есть секторе магии она находится достает это по ребенка а что за ребенок она считывается как будущее и разворачивается и переносит его в сектор интерферента будущий проект будущее но правильно потому что люди рождаются в своем роду то есть это ответ вероятного на вопрос нужно ли мириан заказать сеанс и серьезно к этому отнестись давай мы сейчас передадим ей информацию передаем информация алгоритма освобождения берет она берет информацию да я вижу как этот жгут он так считывается жгут это змея как будто бы ее обвела вокруг я сейчас хочу обратиться к мирям и говорю чтобы она посмотрела и чтобы она осознала что она чистая светлая душа и никто не имеет права вторгаться в ее пространство и пусть она приказывает этой змеи убираться и она истончилась стала тоненькая и так уплыла она угрожает вот кто-то там ее пространстве есть умеря кто-то ее беспокоит хорошо пусть валерия в этом воплощении родится мирям чистой я вижу как мирям вот она как вернулась пространство матери руки распростирает так обнимает и вижу как валерия рожает и и какое-то вот здесь решение я сейчас посмотрю там какое-то тоже воздействие со стороны магии и вижу вот этот бумеранг вот этот зарост это же вот это как бумеранг выглядит он считался бумеранг он как-то вот так я передаю валерии что она расторгла все контракты и пусть она родит своего ребенка свою дочь чистой свободной и запретит любые вмешательства в ее личное пространство и пространство ее дочери она это сделала родила я показываю что она и передает какие-то родовые программы ну потом а смотри а идет имя евгений интересную нет такое но идет как будто ты ее отец этой девочки но в каком-то воплощении сейчас я вижу как то что такое смотрю лишь на валерию слышу евгения так почему что ты почему ты это видишь виктория что это за евгения или гена я слышу часть первотворца часть источника жизни часть гармонии вот она как а ангел поднимается вверх и высаживает . тоже считывается за рубеж безобразной вселенной переход состоялся пространство духа и там так интересно здесь я тебе скажу не так уже безопасно потому что дух сжигает он как огонь и он многих уносит многие они выдерживают я вижу как они падают другие выходят такие огромные и становятся еще сильнее и они выходят как ангелы вот я смотрю миря и у нее образуется такой шар такая сила как и звучит миряя я сначала не увидела кто это хорошая 30 10 этой ситуации вагалерия хотела почистить ее квартиру от всего негатива от бывших жильцов пусть она посмотреть на свою жильцу и я чистит ее квартиру но я вижу она видит эти глаза чужие то есть эту энергетику я и передаю что это ее то и чтобы она очистила и наполнила своим собственным светом все ее личное пространство на физическом уровне и все что касается ее рука ее разум пусть наполняется ее собственными вибрациями гармонии жизни счастья радости достатка и она буквально как будто бы струшивает со всех этих одежды вещи все вижу как она проверяет стены потолки вот с правой стороны закрывает этот портал там портал был открыт я передаю что она может перенести в самые высокие пространство духа и и жилье все что ей принадлежит неприкосновенно это суверенная личность и это ее пространство и только она имеет право распоряжаться и и пространстве да она это сделал хорошо и моя воля наполняет пусть и жилье благодатным энергиями любви света жизни процветания хорошо которые поднимаемся все вместе наверх да посмотри на валерия как она выглядит сейчас ну когда я смотрю вот идет от неё я живая хорошо спасибо деле все ли мы сделали для нее на этом сеансе да хорошо тогда прощаемся с валерии отсоединяйте ряд всех и всего все замороженной ситуации отправляй на аннигиляции проверяет твое личное пространство закрывай портал и очищай то все чисто хорошо наполняемся энергии любви жизни гармонии процветания хорошо виктория я посчитаю от 1 до 3 ты вернешься физическую реальность где с тобой разговариваем вместе чувствовать великолепно один-два-три возвращайся маленько всех благ пиши валерия пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...